В Серпухове во дворе дома 9А по улице Пушкина завершается комплексное благоустройство. Старая многоэтажка довоенной постройки после проведенного капитального ремонта получила вторую жизнь. А возле дома появился игровой спортивный городок. Во многом эти достижения – итог слаженной работы местных активистов и чиновников. Подробности в репортаже Маргариты Кирикович. Этот двор в Серпухове сегодня один из самых шумных. Но жители ближайших домов этому только рады. Место сидений у телевизоров и компьютеров и дети, и взрослые в свободное время проводят на улице. Подростки вечерами катаются на коньках по блестящему льду хоккейной площадки. Ветеран спорта Сергей Кирилин старается приобщить местных подростков к здоровому образу жизни. Его стремление развивать дворовый спорт нашло понимание у местных властей. Здесь не только в этих домах. Приходится, как говорится, с других районов, с 45-й базы, с Урицкой, потом с Маткадской, с частных домов. Ребята все занимаются здесь хоккеем. Я очень рад этому, что мы этого добились. Жарикову очень большое спасибо, что он посодействовал нам. Я мечтаю, чтобы у нас были в Серпухове свои чемпионы России. Но еще полтора года назад на такие перспективы надеяться не приходилось. Во дворе, кроме старых ржавых качелей, ничего не было. Во время приезда в Серпухов губернатора Московской области люди рассказали Андрею Воробьеву о своих проблемах. Исполняющий тогда обязанности главы города Дмитрий Жариков обещал ситуацию исправить. Только поставили. Мы только ознакомились с этим. По моему сказанию, смонтирован информационный стенд, чтобы жители видели. Я беру на себе цель, в 1 июля площадку установлю. Новый глава Серпухова свое обещание сдержал. Если житель заинтересован в своем дворе, в своей жизни, тогда у него всегда все будет благополучно. Соответственно, мы сделали несколько собраний, делали проекты, делали чертежи, предлагали свои планы реализации этого проекта. И нас услышали, и нас поддержали. Жительница 9-го дома Оксана Патрикеева убеждена, начинать нужно с перемен в своем дворе. Молодая женщина возглавила инициативную группу, которая разработала план преобразования территории. И первым пунктом в ней значился капитальный ремонт старой многоэтажки. Вместе, совместно с работой, с руководством нашей администрации, мы работали с подрядчиками, закончили дом, очень счастливы и благодарим всех, кто нам помогал. Крыша сейчас не протекает, крыша хорошая, крыша качественная. Были недочеты, их устраняли, делали, ну сделали, фасад сделан. Работа подрядчика находилась под пристальным контролем местных жителей. Оксана убеждена, что жаловаться на бытовые неудобства проще, сложнее самим участвовать в процессе. Сегодня капитальный ремонт дома 9-го завершается. В здании предстоит еще поменять электропроводку. Весной продолжатся и благоустроительные работы по разработанному жильцами плану. В этот же план и проект входило именно благоустройство двора Пушечная 20-22 для пожилого возраста, которые должны спокойно проводить свое время на лавочках, читать свои журналы, книги, играть домино. Так как было это раньше, хотелось бы это вернуть, поэтому мы постарались максимально вложить свои силы при поддержке нашего главы города. Чиновники и активисты продолжают плотно сотрудничать. К лету во дворе дома появится аллея ветеранов. Здесь планируется посадить более 30 молодых лип и кленов.